итак дорогие друзья ну а мы собственно решили проверить адаптивный круиз-контроль также вы можете с помощью вот этих кнопок выбрать расстояние до ближайшего автомобиля что у вас уведомлял то что держите за станцию вот такие у нас дороги все мы это прекрасно понимали собственно смотрите вот он ловит ее сплошную правую и левую разметку он пытается разглядеть в принципе вот он частично ее понимает но в принципе нормально едет единственное вот мы вчера ехали ночью не успел заснять этот момент на видео мы ехали пять минут я тестировал эту опцию но в повороте было все нормально то есть это трасса две полосы но в повороте адаптивный круиз решил выключиться и мне пришлось экстренно браться за руль это было очень странно почему он так сделал почему он выключился поэтому я до сих пор не понял но тестирую но в любом случае ребята это такая дополнительная вещь который все равно вы должны следить и понимать что риски всегда есть мы теперь разобрались почему сам адаптивный круиз-контроль выключается через какое-то время только в том случае если вы полностью бросаете руль едете вот в таком режиме достаточно ему где-то секунд 25 и он сам автоматически решает выключиться но вот давить пожалуйста удерживайте рулевое колесо и сейчас он через какое-то время по идее должен сам по себе выключиться давайте мы это момент заценим да вот он деактивировался принудительно опять его активируем ставим на 108 чтобы не нарушать и соответственно едем пока мы едем хочу вам рассказать два момента которые мы с катюшкой заметили первый момент вот этот вот клык ребра капота очень сильно обликует водителю от солнца если солнце раз попадает непосредственно на капот и вот это вот панель она тоже очень сильно бликует глаза в пассажира и водителя вот эта часть я имею ввиду и бликует соответственно в боковое правое зеркало это ночью это тоже мы очень заметили просто знаете об этих двух моментах потому что действительно есть такие вот опасные зоны скажем так но при этом здесь в этот момент можно оклеить пленкой и ничего плохого не будет также вот видели машина считала знак 50 она считывает только скоростные ограничения и давайте мы посмотрим как она войдет в попава в поворот вот она вот как вы видели она немножко не справилась со своей задачей пришлось мне подхватить так второй поворот смотрим сильно жмется вправо так но здесь у нас не сильная скорость она в принципе справляется своей задачи начинается какие-то странности именно со скоростью выше 110 особенно вот ну то есть на трассе где вы едете прям вот небольшой поворот начинается где разрешенная скорость 110 где мы можем ехать там 125 вот он как раз таки не не может такие повороты заходить имейте ввиду что есть такие нюансы и в принципе оптимально наверное его использовать на скорости 90 километров в час вот как мы сейчас его это используем и достаточно вот мне прикоснуться к рулю и тогда он начинает работать дальше адекватно и вот он видит как раз машину которая находится перед нами сейчас я уменьшу уменьшу дистанцию ага и он пытается к ней держаться поближе увеличиваем дистанцию все он тормозит вот вы теперь это поняли уменьшаем увеличиваем соответственно он встраивается за этим автомобилем и держится его скорость в принципе отличная удобная функция но ребята не забывайте о безопасности и всегда всегда придерживайте руль соответственно едем на адаптивном круиз-контроле за citroen jumper и вот здесь у нас машина как раз отрисовала впереди едущий автомобиль и если присмотреться наш автомобиль мы отчетливо видим джили атлас про а впереди идущий автомобиль на приборной панели нарисован джили тугела но такие мелочи от китайцев а приятно на самом деле начинают уже стремиться к европейцам а на этом моменте хочу сказать подпишитесь на канал поставьте лайк этому ролику и продолжайте посмотрим и так дорогие друзья также сейчас работает функция контроля полосы начинаем ехать вправо получается мы заезжаем правым колесом на сплошную сейчас она не хочет срабатывать давайте вот мы выровнялись начинаем ехать вправо вот начинается вибрация в руль и соответственно здесь мы у нас он появляется индикация то что мы заехали на сплошную самое главное если или если разметку видно хорошо работает в принципе превосходно вот смотрите да не идет вибрация в руль но если разметка плохо видно то сад то конечно же эта функция будет работать очень плохо а вот так вот работает адаптивный круиз нас сейчас подрезали но при этом скорость не выставлено 65 и вот вы видели то что он не считал машину которая перестраивается из другого ряда он ее не увидел и не успел затормозить поэтому пришлось мне вмешаться но при этом эта функция работает но надо знать просто ее алгоритм как вы помните я на кулрэе не обнаружил несколько цифр в лимитере скорости но здесь на удивление все 150 символов есть за это я хочу сказать спасибо и смотрите что еще ребята из жили сделали нажимаем актива активацию круиз-контроля начинаем давить газ и он пишет увеличение скорости как мы помним на кулрэе написано увеличьте скорость то есть там у нас была ошибка у нас не хватало символов в лимитере отправлял очень много сообщений писем и разговаривал с технической поддержкой джили и говорила этих косяках они меня выслушали они мне обещали все исправить но к сожалению в кулрэе это не исправлено но в джили атлас про все исправлено я просто в шоке и так дорогие друзья как по мне сейчас будет шок контент мы включаем лимитер точнее разгоняемся до скорости где-то 90 км в час давайте мы поедем и включим лимитер напомню что джили кулрэй лимитер не держит скорости и очень сильно за рамки выходят вот на этом же пригорке и так мы активируем лимитер 77 мы активировали смотрите тот же самый спуск абсолютно давайте увеличим даже скорость лимитера до 80 в принципе давим газу вот 83 2 километра всего лишь погрешности 3 это хрень вообще это не так сильно важно это абсолютно нормальная погрешность но не 20 не 30 не 40 километров в час как на джили кулрэй лимитером я пользуюсь постоянно вот на спусках и в городе для того чтобы не получать штрафы как мы это понимаем вот у нас сейчас машина продублировала знак который увидела сейчас она увидит 50 до и она поняла что мы превышаем или соответственно сделала дополнительное звуковое оповещение ну и конечно же я немножко заехал на разметку и получил вибрацию в руль поэтому я хочу сказать то что ребята вы очень много мне людей писали в комментариях что так и должно быть лимитер он должен так ошибаться с горки нифига вот тот же самая марка автомобиля но другой автомобиль здесь лимитер работает абсолютно адекватно как он должен делать как он должен работать во всех нормальных автомобилях на спуске он должен держать заданное значение а не заваливаться в за рамки как это делает жили кулрэй поэтому джили кулрэй кол по этому тесту джили атлас 10 баллов из 10 так как автомобиль полностью китайской сборки с автомобилем вот идет вот такой бюллетенчик открыл я багажник как мы все знаем здесь у нас идет китайская докатка не полноразмерная и что я вам хочу показать по багажнику вот так изнашивается пластик от этой полки на машине пробег 10 тысяч и вот уже такие царапины образовались так что это на заметку всем владельцам кто будет покупать нужно с этим сделать что-то придумать пишите в комментариях ну и конечно же вот эти накладки которые идут в максимальных комплектациях в более дешевых комплектаций их соответственно не будут будет голый пластик вот так они сильно царапаются ну в живую видно намного сильнее царапины мы соответственно у нас под запаска вибропласт и наша батарейка при этом очень понравилось что в автомобиле твердый толстый пол под пол заднего багажника который реально выдержит если вы будете его нагружать кирпичами картошкой не то что в джилле кулрой и так друзья щетки автомобиля не брендовые поэтому имейте ввиду зимой возможно они будут примерзать как это было на моем автомобиле и вот здесь мы видим то что кто-то пытался заменить или посмотреть дворник но при этом лакокрасочное покрытие у нас сильно слабое у китайского автомобиля из китайской сборки и вот здесь вот она вот так вот сильно натерло имейте ввиду ну и друзья обязательно следите за вот этими местами которые находятся между крылом и дверью как я говорил ранее на автомобилях джили атлас и колрей скапливается влага да и во многих других автомобилях и от этого начинают появляться друзья хоть и как капот у нас оцинкованный его жесткость очень мягкая можете увидеть так что могу сказать то что только то что готовьтесь мятин у меня на капоте и целых две ну и крыша давайте посмотрим проем ну не так как джулиан в принципе нормально ну и плавление здесь защитной крышки только начинается с первых партиях она мягкая со временем я думаю будет пластиковая вот обратите внимание из-за нагрева вот образуются такие трещины и потом начинается разрушение вот этого мягкого пластика друзья забыл упомянуть об этом в основном обзоре то что внутренняя часть ручки сделана из приятного матового глянцевого такого soft touch пластика очень приятный на ощупь в джили колрей используется матовый пластик и как я говорил то что на задней спинке используется очень жесткий материал пластика при этом он вот так сильно царапается конечно же автомобиль у нас с светлой крышей и вот мы видим минусы вот этой вот светлой крыши отпечатки пальцев вот всех кто тестировал данный автомобиль скорее всего кто-то очень боялся на оффроуде поэтому в курсе то что она черная намного это лучше друзья машина нас после оффроуда ну и что требовалось доказать как я говорил ранее в первом выпуске про этот автомобиль что у нас очень сильные зазоры задней двери вследствие что получается весь песок оседает на уплотнители и все равно все сюда залетает и соответствии потом песок будет как образец об как абразив натирать вам лакокрасочное покрытие внутренней части не совсем хорошо но у всех китайцев такая проблема друзья как и ранее говорил что зазоры у всех автомобилей разные капота вот такой сильный зазор позволяет в нем позволяет забиться вот таким пчелам так что зазоры китайцам надо однозначно исправлять вот она и дребезжит когда музыка играет поэтому эти еду если у вас дребезжит что-то когда вы слушайте музыку это стекла соответствие из того что он гуляет видите на идет вибрация от стекол очень сильная и соответственно неприятный звук и так дорогие друзья как вы поняли что машина у меня из представительства идет китайской сборке я связался с евгением евгений живет в беларуси он хотел купить колрей но к сожалению машин не было в наличии ему пришлось взять джили атлас про чему он на самом деле очень рад и я его попросил предоставить видео сборки беларусь у него машина черного цвета полностью локальной сборки для страны беларусь я попросил показать те моменты которые я нашел в этом китайском образце как сделано и реализовано в его автомобиле и также скажу что он на машине я проехал 1200 километров километров и и Практически нет Дорогие друзья, не забывайте подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и колокольчик Для того, чтобы не пропустить новые ролики Потому что еще очень-очень много интересного готовлю для вас Всем огромной удачи на дорогах, здоровья, добра Пока-пока